Я начну свой доклад, посвященный вирусо-ассоциированному канцерогенезу и истории современности. Прежде всего, хотелось бы сказать, что история онкологии охватывает весь XX век, и в это время были сформулированы все основные теории канцерогенеза. Это теория хронического раздражения, эмбриональная теория, теория физического канцерогенеза, мутационная теория, теория химического канцерогенеза и, конечно же, теория вирусного канцерогенеза. И в этой связи хочется процитировать Льва Александровича Зильбера, который написал свои монографии, что часто оказывается, что старые теории вовсе не являются заблуждениями, но обобщают лишь часть процессов, происходящих в изучаемом явлении. Что касается этапов развития вирусной теории происхождения опухоли, то нужно сказать, что первые предположения о роли вируса в возникновении опухоли были сформулированы Боском и Баррелем в 1903 году. И, более того, Мечников, наш соотечественник, поддерживал эту теорию. Однако первые экспериментальные данные установления вирусной теологии были сделаны Эллерманом и Банком в 1908 году и Раусом в 1911 году, которые открыли вирусы лейкоза и саркомы Кур. Надо сказать, что в то время лейкоз не считался неопластическим заболеванием, поэтому часто родоначальником этой теории считается Раус. И уже спустя практически 20 лет были открыты первые вирусы млекопитающих, вызывающие опухоль у млекопитающих. Это Шоуп открыл вирус папиллом диких кроликов, и Битнер открыл вирус ракомолочных желез мышей. Что же является… Надо сказать, что все эти исследователи предполагали, что вирусы… Они рассматривали вирусы как классические инфекционные агенты. Что это значит? Значит, что они усиленно делясь, побуждают клетку к размножению. И только в 1945 году вышла первая публикация Льва Александровича Зильбера, который начал свою работу еще в 1942 году, находясь в местах в тюремном заключении. Он сформулировал свою теорию, вирусную теорию злокачественных опухолей. В чем же принципиальное отличие от предыдущих исследователей? То, что опухолеродное действие вирусов на клетке принципиально отличается от инфекционного. Основные постулаты этой теории – это, естественно, возникающие опухоли вызываются вирусами. Это первое. Опухолеродное действие вирусов сопровождается изменением наследственных свойств клетки. И это принципиально отличает вирус от классического инфекционного агента. При неопластической форме взаимодействия возникают как генетические, так и эпигенетические изменения, характер которых обусловлен как вирусом, так и клеткой. И это положение звучит в настоящее время очень современно. В результате наследственных изменений возникает нерегулируемое размножение клеток, проводящее к образованию опухоль. Вирус же не принимает участие в размножении уже образовавшихся опухолевых клеток. Здесь я хочу заметить, что в то время под вирусом понималась вирусная частица. То есть если вирус не выделялся, классическим биосферологическим методом говорили, что вируса нет. На самом деле это не так. Опухолевая конверсия клеток вызывается нуклеиновой кислотой вируса. Новая генетическая информация, приносимая нуклеиновой кислотой вируса в клетку, инкорпорируется частично или полностью в геном клетки. Имеется в виду генетическая, а возможная физическая интеграция двух геномов. Вопрос о возможном участии вирусов в канцерогенезе, вызываемом физическими и химическими факторами, требует дальнейшего изучения. То есть рак – это заболевание прежде всего генома клетки. А Фёдор Войч всю свою жизнь, начиная с 1873 года, он посвятил подтверждению и развитию этой теории. В 1973 году начались исследования молекулярно-биологических характеристик новых эндогенных и экзогенных анкорновирусов хомячков, крупного рогатого скота, приматов, совместно с институтами эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, микробиологии имени Керштейна, института онкологии имени Петрова. Одновременно также проводились исследования взаимодействия вирусного и клеточного геномов в клетках млекопитающих, трансформированных вирусом саркома Раоса. В 1984 году в журнале Nature была опубликована статья, где предпринимались попытки моделировать действия эндогенных ретровирусных элементов. То есть введением клонированного ДНК провируса саркомы в оплодотворенные яйцеклетки дрозофилы показано, что как полногеномный вирус, так и его регуляторные последовательности, которые не кодируют никаких белков, они способны интегрировать в геном и вызывать наследуемые в поколениях мутаций. Далее, начиная с 1985 года по 1994 год, Фёдор Ивович и коллеги занимались исследованием уже экспрессии клеточных онкогенов. В то время полагалось, что с определенным типом опухоли связана экспрессия только одного какого-то специфического онкогена. Что же удалось установить в результате этих работ? В одной опухоли происходит активация двух и более онкогенов. Были также выявлены онкогены, которые часто активируются, такие как МИКФОС, РАС, и такие, которые в солидных опухолях. И те, которые очень редко активируются. То есть показано, что отсутствие какой-то специфической связи между активацией какого-то онкогена и определенным типом опухоли. И начиная с 1993 года и до 2016 года Фёдор Ивович занимался исследованием опухолей, ассоциированных с вирусом попилом человека. И все эти работы, многочисленные работы, как до этого сказали, что около более 300 работ были опубликованы в многочисленных статьях и монографиях. Что же на сегодняшний день известно об онкогенных вирусах человека? Известно, что от 15 до 20% опухоли вызывается вирусом. К ним относятся 7 вирусов, хорошо охарактеризованных, этиологическая роль которых доказана. 7 вирусов. Два из них это РНК содержащие, вирус это клеточная ликоза взрослых. Ой, извините. Так, я сейчас вам все покажу сразу. Вирус Т-клеточного ликоза взрослых, вирус гепатита С, это РНК содержащие вирусы. И также ДНК содержащие вирусы, это вирус гепатита В, вирус попилом человека, который является теологическим фактором рака шейки матки, опухоли анагенитального тракта и также опухоли головы и шеи, в частности ротоглотки. И вирус Эпштейн-Барр, который является ассоциирован с лимфомой Беркета, раком носоглотки и лимфогранульматозом. Это был один первый вирус, который вызывает опухоли у человека, открытым был в 1964 году. Также герпес вирусов восьмого типа или вирус саркома Капоши. И последнее из открытых и хорошо охарактеризованных полиомовирусов, это полиомовирус клеток Меркеля, был открыт в 2008 году. Несмотря на то, что все эти вирусы принадлежат к разным саномическим группам и кодируют разнообразные вирусные онкобелки, привносят в клетку, которые могут активировать многочисленные сигнальные пути, и активировать различные гены-супрессоры, основным и общим для всех вирусов является воздействие на клетку по основным четырем направлениям. То есть это мотилирование иммунной системы, стимуляция пролиферации и ингибирование, с другой стороны, ингибирование апоптоза и вызываемая ими генетическая нестабильность. Для примера покажу, что для небольших ДНК вирусов, таких как HPV, все эти четыре пути осуществляются только двумя онкогенами, Е6 и Е7. Тогда как большие ДНК вирусы, такие как вирусы Эпштейн-Бара, осуществляют пролиферация клеток, как вы видите, регулируются многочисленными онкобелками, конечно же они не работают все одновременно, они работают в зависимости от типа клеток, и в общем-то этим-то и объясняется многообразие нозологических форм, которые вызываются вирусом Эпштейн-Бара. Далее мне бы хотелось остановиться на теории трансформации. То есть существует такая догма, она особенно очень долго существовала для вируса папиллома человека, что интеграция является необходимым условием для трансформации. Надо сказать, что интеграция является необходимым этапом жизненного цикла только для ретровирусов. Для всех остальных вирусов это является абортивным таким событием. Что же предполагалось, почему интеграция необходима для трансформации? То есть первое же всего это объяснялось инсерциционным мутагенезом, то есть мутационное изменение генома вследствие вставок вирусных последовательностей в геном клетки хозяина, который может приводить как к активации клеточных онкогенов, так и к активации генов супрессоров. И второе объясняет это регуляция вирусных онкогенов как таковая. Если вот эта теория, часть этой объяснения верна, то мы должны увидеть какие-то специфические сайты интеграции для различных вирусов. В последнее время накопилось очень много данных по поводу сайтов интеграции различных вирусов. На этой диаграмме представлены, здесь вы видите, хромосомы. И сайты интеграции различных вирусов. Вирус попелом человека, HBV, Меркеля и HIV. Что мы видим? Что в принципе все хромосомы подвергаются интеграции. То есть вирус интегрирует во все хромосомы. То есть это такое небольшое, как бы фактически случайное. Есть, конечно, небольшие преференции для интеграции. Например, для HPV это хромосома 3, 8, 13. Для HPV это вторая хромосома, пятая хромосома и так далее. Что же это может означать? То есть если сравнить, например, вирус попелом человека 16 типа и 18 типа, мы тоже видим третье, а здесь восьмая. Ну в принципе во все хромосомы он одинаково интегрирует. То есть нет никаких таких особых хромосом или сайтов. Если рассмотреть детально сайты интеграции этих вирусов, то можно увидеть, что интеграция происходит в сайты активных генов. То есть которые активно транскрибируются, хроматин открыт, и туда может просто залететь вирус и интегрироваться. Далее, если посмотреть, сайты интеграции HPV 16 типа при раке шейки матки. Это вот, в принципе, статья уже готова к печати. При раке шейки матки и при раке головы и шеи. То есть мы видим то же самое. Если при раке шейки матки опять же третья, то при головы и шеи может быть первая или тринадцатая. Это, в принципе, я думаю, что это объясняется тканеспецифичностью. То есть в разных тканях различные гены более активны, и поэтому туда преимущественно попадает вирус. То есть нет никаких каких-то... То есть интеграция, вирусная интеграция, она практически случайна, является случайным событием. Что же удалось нам еще показать для вируса папиллома человека? Следующее, сразу сказать, что эта работа была первой опубликована группой Федора Ивовича Киселева в 95-м году. И было показано, что интеграция, в принципе, вообще не нужна для вируса папиллома человека, как минимум. Вот. Это была работа сделана... В России было, в принципе, использовано небольшое количество образцов. И понадобились годы, чтобы проанализировать 835 образцов от разных более чем 2000 пациентов. И было показано, что проанализированы сайты частота интеграции для различных вирусов HPV-16, 18 и других вирусов папиллома высокого риска на разных стадиях, от нормального эпителия до предраковых поражений эпителия и концеркарциномах, рак, шейки и матки. Что же мы здесь видим? Что красным обозначена частота интеграции этого вируса. Мы видим, что интеграция начинается достаточно поздно. То есть это где-то на стадии ЦИН-3, тогда как трансформация начинается уже где-то при стадии ЦИН-1. И даже при инвазивных опухолях мы видим, что вирус интегрирует только в случае 16-го типа, только в 55%, в случае 18-го и 45-го типов, что интересно, практически 100%, а таким вирусом тоже, вирусом высокого риска онкогенного, интеграция практически не нужна, 14-37%. То есть интеграция, поскольку она достаточно позднее событие, она не может являться механизмом инициации трансформации. Какие же другие механизмы? А, извините, пожалуйста. Еще хотелось бы также сказать о той геномной нестабильности, которая тоже, как выясняется, не зависит от формы персистенции вирусного генома. Здесь, на стадии ЦИН-3, мы видим, что геномная нестабильность уже начинает индуцироваться. То есть красные пики – это амплификация хромосом, зеленые – это делеции. И они накапливаются при опухолях. Если посчитать индекс геномной нестабильности для образцов с эписомальной формой интегративной, то мы видим, что никакого, в общем, статистической достоверной разницы нет, как при драковых поражениях, так и при инвазивных опухолях. Какие же тогда другие механизмы, которые, возможно, регулируют вирусную экспрессию и репликацию? Прежде всего, и это является достаточно современным взглядом на вирусную онкологию, это эпигенетическая регуляция, это любые механизмы изменения экспрессии генов, которые не затрагивают последовательность нуклеотидов в ДНК. Это модификация гистонов, модификация ДНК, метилирование, гидроксиметилирование, всевозможные модификации ДНК, также некодирующие РНК, в частности, микро-РНК. То есть эпигенетические механизмы считаются на сегодняшний момент одним из ключевых механизмов во взаимодействии вируса и клетки. То есть, с одной стороны, вирус изменяет эпигенетическую программу клетки, с другой стороны, вирусы используют клеточную эпигенетическую машину для контроля собственной экспрессии и собственной репликации. На этом слайде, просуммированном, вы видите, что все ДНК-содержащие вирусы регулируются эпигенетикой, как ДНК-метилирование, модификация гистона. Для чего это нужно? Это уход из-под контроля клетчатого иммунитета, регуляция экспрессии у всех вирусных генов, регуляция латентной и литической инфекции для литических вирусов и регуляция репликации. Я подробнее покажу нашу работу, которая сделана HPV 16-го типа. Известно, что вирусный цикл, нормально продуктивный вирусный цикл HPV тесно связан с дифференцировкой плоскоклеточного эпителия. Что мы делали? Чтобы подтвердить, что метилирование связано, может регулировать вирусный цикл, мы проводили микродисекцию, то есть выделяли клетки с низкой степенью дифференцировки, терминально дифференцированной клетки и промежуточного слоя, а также вирусы эпителии трансформированы. И мы сравнивали паттерн метилирования HPV, его регуляторные области. На этом рисунке представлено 16 CPG нуклеотидов, которые находятся в регуляторной области HPV 16-го типа. Здесь, снизу вверх, процесс дифференцировки. Что мы видим? Что промотор вирусный начинает не метилирован в низкодифференцированных клетках, и начинает метилироваться только в терминально дифференцированных клетках. Что интересно, это очень хорошо коррелирует с экспрессией вирусных онкогенов. Энханцер наоборот деметилируется, тогда как 5-4 регуляторная область практически не затрагивается метилированием. Если мы будем сравнивать низкодифференцированные клетки нормального эпителия и трансформированного, то мы тоже увидим разницу. Это промотор и 5-штрих регуляторная область, а именно сайты связывания важного вирусного регулятора репликации транскрипции. Это является очень интересно. Как же может это метилирование влиять на экспрессию вирусных онкогенов? Далее мы проводили функциональные исследования этих сайтов, мы вводили селективное метилирование в сайты связывания регуляторных белков. И что мы показали? Что даже когда мы вводили это в эписому вирусную, метилирование приводило к повышению экспрессии вирусных онкогенов. То есть и это не зависит от типа клеток, это действительно так, что само по себе интересно, потому что метилирование обычно считается, что метилирование репрессирует экспрессию генов. Далее хотелось бы сказать немножко про некодирующие РНК, а в частности микро-РНК и их взаимодействие с вирусами. Во-первых, конечно, вирусы могут модулировать экспрессию клеточных микро-РНК. Это мы все знаем. С другой стороны, клеточные микро-РНК могут взаимодействовать, регулировать вирус. Они могут быть как провирусными, так и антивирусными. Пример провирусный микро-РНК – это 122-я, который способствует репликации вируса гепатита С. И антивирусный микро-РНК – это 125-й, 145-й, они подавляют репликацию HPV. Также сравнительно недавно было показано, в 2005 году для вируса Эпштейна-Барра впервые было показано, что вирусы сами по себе кодируют свои собственные микро-РНК. И это является очень умной и экономичной стратегией для вируса, потому что они могут, с одной стороны, вот эти маленькие некодирующие последовательности являются мощными регуляторами как вирусных генов, и также клеточных генов. Подытожить хотелось бы в принципе вкладом изучения онкогенных вирусов в общее понимание механизмов канцерогенеза и борьбу с раком. Прежде всего были созданы первые модели для изучения канцерогенеза в клетках млекопитающих, трансформированных вирусом саркома Раусом. Были открыты новые откогенные вирусы человека, начиная с 1964 года по 2008, это Меркеля. Было доказательство ключевой роли ДНК онкогенных вирусов, тоже очень важное событие. Обнаружение обратной транскриптазы в вирионах вируса саркома Раусом, обнаружение вирусного онкогена в клетках, трансформированных Раусом, и обнаружение его в фосфотерозинкеназной активности. Кроме того, были открыты новые коронавирусы животных, и у них были идентифицированы новые онкогены. Тоже интересным событием было выявление гомологов всех вирусных онкогенов, протоонкогенов в нормальных клетках и сигнальных путях, в которые они участвуют. Открытие эндогенных ретровирусов и ЛТР, содержащих ретроэлементов, и установление их роли в регуляции экспрессии, а возможно эволюции генома. И создание новых, конечно же, профилактических противоопухолевых вакцин. В заключение своего доклада мне хотелось бы так перекинуть мостик в будущее и показать наши возможные перспективы. То есть практически недавно было открыто несколько новых полиомовирусов, которые, возможно, потенциально ассоциированы с заболеваниями человека, в частности, опухолями. Спасибо большое за внимание. У меня все. Какие вопросы? Да, да, пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас часто приходится слышать, что рак шейки матки невозможен без вируса попелома человека. Многочисленные факторы, риска или теологические факторы, которые до этого выявлялись, курение, смегма мужчин и прочее, нивелированы. То есть их роль отрицается сегодня в идеологии рака шейки матки. Вот как вы считаете, конечно, когда мы увидим или не увидим опухоль рака шейки матки у вакцинированных женщин, это будет получен ответ на этот вопрос. Но все-таки как вы считаете, возможен ли рак шейки матки без вирусной инфекции? Ну, как... На самом деле роль курения и других факторов, оно не отрицается в идеологии рака шейки матки. Нужно сказать, что вирус необходим, но недостаточен. То есть есть, конечно, такие единичные случаи, когда вирус попелом человека не находится в раке шейки матки. И есть такие даже клеточные модели цервикальные, где HPV негативный. Но там, то есть основным механизмом, скажем так, основными мишенями для рака вируса попелом человека являются P53 и PRB. Вот. Есть такие единичные случаи, когда просто если P53 мутирован или PRB, да, то у нас есть это. Но это редкий случай, и непонятно, был бы там до этого вирус или нет. Но, в принципе, считается, что 99% рака шейки матки, это, конечно, вирус там находим. Вот. Причем не просто вирус в виде ДНК, это вирус, это экспрессирующиеся онкогены. Что касается, например, рака головы и шеи, то там тоже находят вирус. Но это в основном ДНК, который может быть там совершенно находиться в виде, так, не драйвера, а пассажира, да. То есть, единственным интересным сайтом являются тензелярные раки, да. Ну, там где-то 50% это и вирус HPV ассоциированный, другие не HPV ассоциированный. И надо сказать, что клиническая картина для этих двух опухолей совершенно разная. Вот. Так что я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что вирус необходим, но недостаточно. То есть, какие-то факторы, которые такие, как и курение, и алкоголь, и все остальное, могут, конечно, провоцировать. Потому что вирусная инфекция, она обиквитарная. То есть, практически 90% населения в течение своей жизни является носителем HPV. Но только у единиц развивается рак. Спасибо. Какие еще вопросы есть? Скажите, пожалуйста, а вот я, ну, тоже там... Я не очень, так сказать, ориентируюсь в современной вирусологии, но тоже краем глаза вижу, что проскакивают сведения о том, что Цурхаузен лекции читает, что роль вируса в возникновении опухоли у человека больше, чем нам кажется. Все время ищут потенциальные новые вирусы или потенциальные новые органы. А на какой экспериментальной основе делаются подобные предположения? Все-таки, как ни крути, вот инфекционные заболевания – это очень четкая наука. И связь между инфекцией и заболеванием – там всегда были очень четкие правила, как установлены. А вот сейчас, когда мы говорим, на каком основании это делается? Спасибо за вопрос. На самом деле, этиологическая роль вирусов подтверждается различными, есть различные критерии, да, эпиземиологические. Но, на мой взгляд, его самые важные – это, конечно, молекулярно-вирусологические или молекулярно-биологические. То есть, прежде всего, вирус должен вызывать трансформацию клеток инвитро. Вторым этапом является, что мы должны всегда находить вирус в норме, извините, в опухоли, но не находить его в норме. Ну, не всегда, но как бы преимущественно в опухоли и не в норме. И, естественно, на модели животных он должен вызывать тоже опухоль. Это вот такие основные критерии, по которым как бы оценивается… Ну, я вообще думаю, что, допустим, классический папилломовирус-то как раз этим правилам не удовлетворяет, потому что он и в нормальных клетках есть. И я, честно говоря, опять же, не очень в этом ориентирован, но я не припомню животные модели рака шейки матки. Нет, рака шейки матки нет, но вирус ассоциированного… То есть главный вирус человека этим критериям не удовлетворяет? Нет, да, это действительно так. Действительно нет хорошей модели для главного канцерогенного вируса, потому что вирус в культуре клеток, то есть очень трудно смоделировать нормальный вирусный цикл, он всегда не закончен, даже в РАФ-системах, да. Вот, но всё-таки онкогены вируса вызывают трансформации витера, да. Только, наверное, для этого нужно слишком долго ждать. Экспериментаторы не очень… Не могут ждать так долго, но на самом деле модели животных есть. Ну, не для рака шейки матки, безусловно, но для других вирусоассоциированных опухолей. Спасибо большое. Есть ещё вопросы? Да, да, пожалуйста. Такой вопрос, он несколько совсем в сторону от вашего доклада и в вашей области, но вот среди канцерогенных соединений есть соединения как непосредственно вызывающие возникновение опухоли, так и существуют ксенобиотики, которые с противоположным механизмом действия, то есть вызывающие антиканцерогенные действия. В вирусологии известны онколитические вирусы. Вот механизм их действия и как бы такое вот антиканцерогенное направление, его тоже правильнее связывать с эпигенетическими механизмами? Или вот как вы предположите и что вы можете сказать по этому поводу? То есть не проканцерогенные действия вирусов… Ну, литическое действие вирусов, литическая инфекция. Ну да, да. Но вот какой механизм здесь вот задействован? Тоже связано с эпигенетической регуляцией? Ну нет, мне кажется, что всё-таки анколитические вирусы, они почему, они, собственно, они попадают, насколько мне известно, я не специалист в этой области, они могут попадать как в нормальную, так и в опухолевую клетку, но для их репликации нужны именно быстро делящиеся опухоли клетки. Поэтому, поскольку они литические, да, потом это приводит к разрушению опухолевых клеток, и на этом основана, собственно, вирусная терапия, да, литическими вирусами. Что касается эпигенетики, то, насколько я знаю, этих данных очень мало, вот. Но, как ни странно, даже литические вирусы, показано, что метилируются литические вирусы, то есть, возможно, ДНК метилирования тоже играет роль в регуляции литических вирусов. Спасибо большое.